Добрый вечер! Сделано в Израиле в эфире RTVI программа о событиях, открытиях и тенденциях. По-прежнему распутываем ближневосточный клубок многослойных противоречий. И все-таки он закончился. Сезон. Сезон политический. Сезон в Кнессете, в израильском парламенте. И в Израиле долго это происходило. Это было очень напряженно. Юридическая реформа стартовала. Первый закон из пакета законов был принят. Закон об отмене юридического принципа крайней неприемлемости. Все это мы обсудим. Подведем итоги летней сессии израильского парламента. Со мной в студии политический аналитик Арик Эльман. Арик, приветствую. Спасибо, что пришли. Добрый день. Ну что ж, давайте начнем вот с конца, что называется, самых драматических событий. Все то, что развивалось в Кнессете на прошлой неделе. Это было заранее спланированное шоу? Потому что у меня, как у человека, который находился там в парламенте, возникало ощущение, что это какой-то неупорядоченный хаос. Никто не понимает, что происходит. На последних секундах все пытаются со всеми договориться. И конечный результат был непонятен никому. Правда ли это? Ну, я соглашусь частично. Я думаю, что вот эти вот драматические кадры последних минут и самого голосования, когда министр обороны Юав Галланд назначил себя посредником между коалицией и оппозицией, внутри коалиции, внутри оппозиции. И пытался, так сказать, изменить каким-то образом ход событий. И камера вылавливала, что он шепчет что-то на ухо Нитаньяу ровно в последний момент. Да. И там спорит с Иеревым Левином, пытается договориться с Яром Лапидом. Все это, на самом деле, вряд ли был какой-то сценарий. Я думаю, что это были 50 на 50 желания Галланта продемонстрировать. В первую очередь, тем той части резервистов, которая объявляет о том, что она собирается отказаться от службы в армии из-за принятия этой поправки, ограничения применения принципа разумности. Показать им, что он, так сказать, стремится к компромиссу и согласию. И еще 50% это действительно его надежда на то, что можно, так сказать, о чем-то договориться, потому что, надо напомнить, Венимин Таньягу в связи со своим состоянием здоровья не активно участвовал в процессе переговоров перед законом. Галланд полагал, что он может, взяв инициативу на себя, убедить стороны договориться. Проблема состояла в том, что компромисс, о котором говорили, он оказался недостижим, поскольку условия, которые выдвинула оппозиция, были такие, что коалиция их принять не смогла. И, с другой стороны, давление внутри коалиции с целью продемонстрировать уличным протестам, тем же резервистам, бизнесам, форумам бизнесов, которые объявили политическую предупредительную забастовку и так далее, что коалиция больше не поддается на шантаж, они, это давление оказалось сильнее. И в конечном итоге Таньягу принял именно эти аргументы. И мы наблюдали часть этого процесса действительно на наших телеэкранах, поэтому я думаю, что был здесь, так сказать, замысел определен со стороны того же Галланта, но, с другой стороны, как у нас это часто бывает, хаос — это часть процесса. А был ли замысел вот в журналистских утечках, которые тоже в тот день, когда был принят закон о принципе неразумности, неприемлемости, был принят, публиковались цитаты из коалиционного заседания, заседания глав коалиционных фракций, где Нитаньягу в том числе поддерживал идею не оппозиции, а главы профсоюза, если не ошибаюсь, отложить все это на год? — Коалиция хочет показать, что она готова к новому раунду диалога. И в этом контексте эти утечки были, конечно, запланированы. Но Таньягу сразу после голосования записал обращение, что тоже, кстати, привлекло внимание, потому что все думали, что он будет выступать в КНЕСТе, но, по всей видимости, его врачи велели ему этого не делать, и он ограничился записанным обращением к нации, а не, скажем, обращением с трибуны КНЕСТа к лидерам той же оппозиции, что было бы более логично, в котором он сразу призывал к диалогу. Коалиция на следующий день и сейчас продолжает говорить о том, что она готова к широкому компромиссу, включая даже тот же закон, только что принятый, о принципе разумности, если удастся найти некий широкий действительно консенсус, который может привести к согласованной юридической реформе. Поэтому я думаю, что коалиция стремится, так сказать, заложить эту почву, базу для того, чтобы подготовить, во-первых, собственный официальный призыв к оппозиции прийти на переговоры и создать некое общественное давление на оппозицию, которое перевесит то, что сегодня основное давление идет со стороны организаторов протестов на лидеров оппозиции, а те не хотят никакого компромисса и на этой неделе еще раз публиковали перед вечером 9 авгу, публиковали свое заявление, жесткое, максимальное и агрессивное, в котором заявили, что это правительство нелегитимно, с нелегитимным правительством диалог не ведут, с ним борются, так сказать, максимально жестко, либо пока оно не откажется от всех своих планов, либо пока оно не падет. Ну, в такой ситуации, так сказать, говорить не о чем, но коалиция хочет говорить. Коалиция может говорить с оппозицией, для этого им нужно каким-то образом создать ситуацию, в которой оппозиция согласится на эти переговоры вернуться после того, как был принят один из элементов вот этой вот самой юридической реформы. Мы помним, что оппозиция угрожала, что она не вернется на переговоры в таком случае. С другой стороны, коалиция продемонстрировала, что если оппозиция будет ее игнорировать, тогда коалиция, в принципе, может продвигаться в одностороннем порядке и дальше. Барьер психологический, который существовал, который возник в марте, когда массовые протесты убедили Вениамин Антониагу поставить ногу на тормоз. Не только массовые протесты, а поведение в том числе того же Галланта, министра обороны. И поведение Галланта, конечно, и, ну правда, есть те, кто утверждает, что вмешательство профсоюзов и в тот момент объявления всеобщей забастовки были скоординированы с Антониагой и не стали для нее сюрпризом. Тем не менее, возникла атмосфера, в которой коалиция от своих планов отказалась временно. Сейчас этот психологический барьер преодолен. И поэтому возник некий новый баланс, если можно так сказать, устаршения с обеих сторон. Оппозиция может дорого продавать свое согласие на переговоры для начала, затем суть этих переговоров. Коалиция со своей стороны, конечно, понимает цену, которую ей может придется заплатить за дальнейшее продвижение в одностороннем порядке. И неважно, в каких форматах оно будет происходить, по каким вопросам оно будет происходить. Тем не менее, она показала, что может это сделать, если она почувствует, что ее приперли к стенке. Поэтому есть определенный оптимизм и надежда, что переговоры все-таки возобновятся. Сейчас Лайкнест уходит на каникулу. Причем в оппозиции, в рядах оппозиции разноголосится такая. Я вот говорил с разными представителями парламентской оппозиции. Понятно, что партия «Наш дом Израиль», например, которая изначально бойкотировала любой переговорный процесс, продолжает придерживаться своего мнения. Но вот в партии Бенни Ганса, в блоке политическом, тот же Гидон Саар, например, исключает переговоры. Он об этом мне сказал. А вот тот же Бенни Ганс, глава партии, переговоры, в конечном итоге, в конце концов, он все еще рассматривает такой вариант. Все-таки оппозиция надеется на переговоры, где-то подспудно. Я думаю, что здесь есть такая ситуация. Не надо забывать, что очень многое в нашем сегодняшнем политическом раскладе связано с личными отношениями между теми или иными политиками. Нынешняя позиция Гидон Саара не связана с его идеологией. Поскольку по целому ряду вопросов, связанных с юридической реформой, если пойти год назад, два года назад, три года назад, десять лет назад и даже двадцать лет назад, когда молодой депутат Кнеста Гидон Саара выступал с резкой критикой в адрес высшего суда справедливости, можно обнаружить весьма интересное сходство оппозиции. И то, что Гидон Саар сейчас находится в оппозиции и к реформе, и к Натаньягу, связано, в первую очередь, с его личными отношениями с Натаньягой. И это можно сказать не только о нем. Другое дело, что тот же самый Бенни Ганс, который на данный момент является главным бенефициаром сложившейся ситуации, если верить опросам, он постоянно думает о том, как сохранить это свое преимущество до того момента, когда от опросов придется переходить к выборам. И Ганс все время исходил из того, что в Израиле продолжает оставаться трезвый центр, который хочет реформы, но хочет ее согласованной. Не хочет возвращаться, как это требует организатор протестов, на исходную точку, за день до выступления Еревле Вина в начале января с реформой, но, тем не менее, опасается по тем или иным причинам того, что коалиция может сделать, эта коалиция может сделать, если она будет проводить реформу самостоятельно. Поэтому было интересно посмотреть на политические маневры Ганса на этой неделе, который в каком-то момент оказался даже жестче в своих позициях, нежели Айрлопит. И вот это вызвало вопросы, как он теперь оценивает ситуацию. Сохранился ли еще этот израильский центр, который хочет компромисса, или же этот центр под воздействием событий рассосался каким-то образом, и Ганс должен стремиться занять более жесткую позицию. Но, тем не менее, опросы показывают, что он свое преимущество сохраняет. Ну вот как раз хотелось спросить, на чем базируется вот этот вот рост Ганса, заметный рост в последние месяцы в вопросах, на том ли, что гражданам Израиля, по большому счету, надоел весь этот спор, война между сторонниками и противниками, и они хотят чего-то спокойного? В те всякого сомнения, как минимум до сих пор, Ганс воспринимался как некий символ потенциального консенсуса по реформе. Не против реформы, а по реформе. И это давало ему преимущество. Он получил некоторое количество голосов от Ликуда, он получил существенное количество голосов от Ешатид и вышел в лидеры. Правда, не надо забывать, что, на мой взгляд, главная проблема нынешних опросов, это сильное разочарование части избирателей, голосовавших за религиозный сионизм, за Смодрича и Бенгвира. На чем он основан? Они пока не довольны ни результатами финансовыми, Смодрича, ни успехами Бенгвира в качестве министра полиции. Они хотели более эффективных результатов. Только сейчас оба министра начинают входить в курс дела, что называется. Несмотря на то, что бюджет был проведен, и определенные изменения в полиции произошли, тем не менее, Бенгвир только сейчас начинает устанавливать эффективный контроль. Оба министра надеются, что в следующем году они смогут своих сторонников убедить в том, что они более, так сказать, правильные. И есть еще один фактор, поскольку часть умеренных представителей национального религиозного лагеря голосовали в этот раз за Смодрича, потому что они очень сильно разочаровались в проекте Нафтали Бенгвира. Ну и мы помним, как он развалился по ходу. И когда Эль-Шакет подошла на финишную черту, там немного оставалось. Сейчас они опять рассматривают Смодрича, уж тем более Бенгвира, как слишком радикально для них ищут себе новополитический дом. Часть из них, вполне возможно, находится у Ганца сейчас. То есть здесь, с одной стороны, есть часть избирателей бывших, которые говорят, мы голосовать не пойдем вообще. Есть те, кто переходит Ганца, в результате происходит некий такой перекос, который дает существенное преимущество нынешней оппозиции вопроса. Тем не менее, понятно, что для Ганца это хорошие новости. Он обогнал Лапида и даже время от времени обходит Натаньягу в ответах на вопрос, кого предпочитаете видеть на посту премьера, что совершенно не тривиально. Так не было до выборов, как минимум. Он сохраняет устойчивое количество мандатов в вопросах больше 26-27. Иногда доходит до 30, но никогда не меньше. Никогда не меньше 26. И он для того, чтобы это преимущество сохранить и сделать его постоянным, приучить, что называется, тех избирателей, которые сегодня просто предпочитают его, чтобы через год-два или три даже, если в самом оптимистическом для коалиции сценарии выборы состоятся в срок, чтобы они пошли голосовать за него. И поэтому, когда Ганц обдумывал этот вопрос, возвращаться ли ему на переговоры или нет, это на сегодняшний день ключевой для него фактор. Он своих корневых избирателей, мы это видели в предыдущих кампаниях, он всегда их может убедить в том, что все, что он делает, он делает для блага государства. Но это 12 мандатов максимум. Для того, чтобы оставаться лидером, для того, чтобы быть реальным претендентом на постпремьер-министр, он должен сохранить избирателей, которые пришли к нему сейчас, которые все еще не до конца уверены в его мотивации и помнят ему его сделку с Натаньягу. Поэтому Ганц, с одной стороны, хочет быть символом возможного консенсуса, с другой стороны, понимаешь, что он должен демонстрировать жесткость в отношении Натаньягу, показывать всем, что во второй раз Натаньягу ему в любом ситуации Натаньягу не сможет его обвести вокруг пальца. Если возвращаться к самому голосованию по этому закону, о принципе неразумности, 64-0, вот этот вот сильный жест, для кого он был сделан? Я имею в виду тот факт, что оппозиция покинула зал полинарных заседаний во время голосования. Это было сделано для западных СМИ или для внутренней аудитории? Я думаю, это было сделано, ну, по крайней мере, предложение партии Натаньягу-Израиль, которые вся коалиция решила поддержать, это было сделано для того, чтобы продемонстрировать максимальную нелегитимность в их глазах всего этого шага, всего этого законопроекта, от того, что они называли отказом коалиции от возможных компромиссов. И это был, скорее, такой внутренний жест. И мы действительно видим, что он перекликается с настроением организаторов протестов, которые теперь, как мы уже сказали, объявили все это правительство нелегитимным и заявили, что будут бороться с ним так, как борются с нелегитимным правительством. С другой стороны, как кто-то пошутил, говорит, ну, вот получилось, что закон был принят всей коалицией без единого голоса против, да. Тоже, так сказать, можно так трактовать случившееся. Отсутствие оппозиции на голосовании, с учетом того, что после этого они вернулись в КНЕС и продолжили работу, по всем остальным законам, комиссии продолжили работать. КНЕС оточищал стол, как принято говорить, перед окончанием летней сессии. Много законопроектов, в которых оппозиция была заинтересована. Часть из них продвигается по согласию с коалицией. Там представители оппозиции являются соавторами тех или иных законов. Бизнес, как обычно, да. Поэтому это был скорее какой-то такой одноразовый жест, который был призван показать, может быть, даже коалиции, что оппозиция настроена серьезно. Опять же, вопрос стоит следующим образом. Что это значит в дальнейшем? Вернется ли оппозиция с летних каникул и скажет, что мы вообще бойкотируем работу всего КНЕС. Это тогда действительно может еще больше усугубить наш кризис, потому что мы видим, как из парламента конфликт выплескивается на улице, а затем возвращается опять же в парламент, заставляя там... Обе стороны, на самом деле, ужесточают свои позиции. Одна, потому что чувствует, что ее электорат, который на улицах, требует этого от нее. Другая, потому что она чувствует, что, во-первых, ее электорат тоже хочет чего-то от нее. А во-вторых, что само ее пребывание у власти и само ее возможность эффективно управлять страной зависит от того, какую жесткость она продемонстрирует. И поэтому вот эти факторы, они способствуют, скорее, обострению конфликта, нежели поиску компромиссов. Парламентские каникулы, которые начались вот по окончании летней сессии, они продлятся два месяца, если не ошибаюсь, до окончания осенних еврейских праздников. Бениамин Таньяу предложил продолжить этот срок, отсрочки законопроектов по юридической реформе до ноября. Можно ли ожидать каких-то соглашений в этот срок? И второй вопрос, связанный тесно с этим. Вот вы говорите, что главное давление будет оказываться с улицы, как на оппозицию, так и на коалицию. Не ослабнет ли протест после принятия первого закона из пакетов? Несмотря на заявление об ожесточении, все-таки каникулы, праздники и отпуска. Все верно. Каникулы, праздники, отпуска и все более жесткая позиция полиции, которая все больше стремится поставить эти протесты, в особенности их, ту часть, где они перекрывают дороги и улицы и так далее, в какое-то более фиксированное русло, что ведет к столкновениям между демонстрантами и полицией, что ведет к насилию. И насилие само по себе, это известно, является фактором, который часть демонстрантов охлаждает, скажем так, люди хотят выразить свое мнение на улицах, не хотят оказаться в гуще столкновений более агрессивных демонстрантов, все более теряющие терпение полиции. Это тоже фактор. Тем не менее, понятно, что само по себе ничего не случится. Коалиция должна будет официально выступить с каким-то предложением оппозиции вернуться на переговоры, видя клип Бенемина Таньягу, этого недостаточно. Должен быть какой-то официальная заявка. Ну и тогда я предполагаю, что Лапиды Ганс сначала ответят на этот отказ. Потребуют каких-то уступок или скажем, просто скажем, что в данный момент они не доверяют коалиции и так далее. Что может произойти для того, чтобы этот отказ не сменился на «да». Если раньше казалось, что вмешательства президента герцога это достаточно, сегодня вряд ли, потому что герцог фигура представительская. У него есть только то влияние, которое обе стороны готовы ему дать. Когда 14 июля Ганс и Лапид решили уйти с переговоров, они в принципе показали, что престиж герцога для них далеко не самый главный фактор. Коалиция со своей стороны осталась очень недовольна тем, как герцог «пиарил» последствия этого ухода. То есть фактически коалиция почувствовала, что герцог возложил на них всю ответственность за случившееся, продолжает это делать сейчас, в своем заявлении по случаю 9-го АВА, дезавуировал все возможные разговоры о компромиссах, которые были, то есть фактически встал на сторону оппозиции. В офисе герцога говорят на это, что он только сделал то, о чем договорились с самого начала, когда было взято обязательство, что до тех пор, пока есть соглашение по всем вопросам, нет соглашения ни по каким. В тот момент, когда коалиция начала говорить, что у нас были договоренности здесь и здесь, герцог должен был сказать, что никаких договоренностей не было. Это не значит, что их не было на самом деле. Тем не менее, в данный момент нужно вмешательство кого-то более важного, кого-то чьего... Например, Белого дома? Именно так. Мы находимся в такой нестандартной ситуации, то есть нельзя называть полноценной банановой республикой, простите за жесткость. Но, тем не менее, президент США и его окружение активно вмешиваются в израильские внутренние дела. Они не говорят о том, как должна выглядеть юридическая реформа, но они активно настаивают на том, что она должна быть результатом консенсуса. Опять же, понятно, что толерантность относительно, которую все стороны демонстрируют, как вмешательство Гайдена в этой форме, она связана с тем, что и в коалиции понимают, что, в общем-то, консенсус — это их интерес. Недаром Ганн совершенно понятно заявил, что в тот момент, когда мы вернемся к власти, мы первым делом вот это вот все, что вы сейчас делаете, отменим. Логично. Коалиция, если она заинтересована в том, чтобы реформы, а там есть, мы знаем, идеологическая часть коалиции, которая верит в то, что эти реформы необходимы для упорядочения взаимоотношений между различными ветвями власти, должна стремиться к тому, чтобы эти реформы были долговременны. Для этого на нее нужно согласие оппозиции. Поэтому принципиальных разногласий, как ни странно, между Байденом, условно говоря, и коалицией израильской нету в этом вопросе. Вопрос, как привлечь к диалогу. Поэтому, если, скажем, Антониагу выступит с таким предложением, а лидеры оппозиции его сначала отклонят, тогда Антониагу может обратиться к Байдену. Байдену наберет номер Генца и Лапида, потому что раз уж президенты Соединенных Штатов так волнуются за судьбу израильской демократии, ну, что делать? Взялся Грузия, назывался Грузиям, полезай в кузов, говорят. И после такого разговора... Ну, благо, с Лапидом он знаком. К Лапиду он приезжал, когда тот был премьер-министр. Если я не ошибаюсь, Гансов, бытность министров обороны, тоже был принят у президента. Хотя, может быть, это был президент Трамп, надо проверить. В любом случае, Гансов был принят Байденом, когда Байден приезжал с визитом сюда. Так или иначе, понятно, что если такой телефонный разговор, условно говоря, состоится, то тогда у лидеров оппозиции будет отличная возможность вернуться на переговоры, никто не скажет, включая даже лидеров уличного протеста, что нет, они должны были сказать президенту США, а нет, никогда, мы все только хардкор, как принято говорить, а только одностороннее сопротивление и так далее. И тогда, действительно, переговоры могут сдвинуться с мертвой точки. Но дальше начинаются более существенные вопросы. Уже по сути переговоров, не по формату, и как туда входить, сколько времени они продлятся, будет ли у них фиксированная дата, какая будет оговоренная повестка дня, какие элементы реформы будут обсуждаться. Потому что я думаю, что вот тот туман сознательный, который установила канцелярия герцога, когда эти переговоры начались тогда весной, он себя не оправдал. Обе стороны подозрительно, точнее, мы говорим не о тех, кто участвовал в переговорах, и тех, кто знал, что там происходит, а, скажем так, болельщиков, избирателей, представителей двух противоположных лагерей на улице и дома. Вот весь этот туман вызывал скорее подозрение, нежели уверенность в том, что там все идет как надо. Поэтому я думаю, что для успеха этого нового раунда переговоров, в котором, в принципе, должны быть заинтересованы все, должен быть, как минимум, определен для всех расписание этих действий и повестка дня. То есть какие элементы юридической реформы будут там обсуждаться и в каком порядке. Теперь, что касается того, насколько фактор протестов может оказать влияние. Я думаю, что согласен с вами. Несмотря на то, что действительно очень жесткие заявления делают лидеры протеста, они, конечно, пытаются показать, что их массовость сохранилась, их боевой дух сохранился, но тем не менее понятно, что с голосованием по закону о принципе разумности их стратегия потерпела неудачу. Они думали, что эти акции приведут к тому, что коалиция отступит. Она не отступила. Теперь лидеры парламентской оппозиции могут попытаться перехватить руль, что называется, и сказать лидерам общественного протеста, сказать, вы пытались сделать так, как вы считаете нужным, дайте нам попробовать разрулить эту ситуацию парламентским, демократическим путем, в рамках переговоров, достигнуть некого консенсуса, с которым мы все сможем жить дальше. В преддверии 9 ава все говорили, включая лидеров оппозиции, о том, что мы все братья, и мы все должны попытаться найти общий язык. Даже тот же Итамар Бенгвир, поднимаясь на храмовую гору, сказал, все мы левые, правые, все мы братья. Коалиция говорит о том, что она готова к переговорам, она готова к компромиссам на этих переговорах, она готова, как сказал лидер коалиции от Ликуда, нет никаких тем, которые мы считаем запретными на этих переговорах. Лидеры оппозиции до сих пор позволили себе быть ведомыми у уличного протеста. Успех переговоров не гарантирован, но им точно нужно вернуть себе контроль за ситуацией. Давайте прервемся на небольшую рекламную паузу, после которой поговорим о том, что еще на повестке дня у коалиции, поскольку несколько спорных законопроектов уже были положены на стол Кнессета. Один из них уже был убран оперативно. Давайте прервемся на небольшую рекламу и после этого продолжим «Сделано в Израиле». Возвращаемся в израильскую студию «РТВА». Сделано в Израиле. Обсуждаем, подводим итоги политического летнего сезона в Израиле. Ари Кельман, политический обозреватель. Давайте обсудим еще один спорный законопроект, который появился на рассмотрении у Кнессета буквально на следующий день после не менее спорного и масштабного начала судебной реформы. Это основной закон о ценности изучения Торы, которая приравнивается к значимой государственной службе. Тут же противники ультраортодоксальных партий заговорили о том, что это приравнивает фактически службу в армии, и, собственно, изучение Торы, изучение в религиозных учебных учреждениях. Почему такой неудачный тайминг был выбран для этого законопроекта? Сразу поставим точку в судьбе этого законопроекта. Он приближался на повестке дня Кнессета, по-моему, три часа, после чего исчез. Но надо сказать вот что. Как совершенно правильно заметили критики этого законопроекта, Ликут согласился во время коалиционных переговоров принять закон под названием «Основной закон изучения Торы». Что там будет, этого Ликут не обещал. Тем не менее, в повестке дня коалиции эта тема находится. И произошло это потому, что у ультраортодоксов, в первую очередь у Агудады Исраэль, входящих в блок еврейства Торы, есть один весьма реальный, принципиальный интерес решить, наконец, вопрос относительно узаконивания от срочек от призыва для учащихся религиозных учебных заведений и шив ультраортодоксального сектора. Они не могут позволить себе от этого требования отказаться. То, что произошло, это был такой выстрел предупредительный. По курсу коалиции, вслед за статьей, появившейся в бюллетене другого партнера в еврействе Торы, Дегера Тора, где говорилось о том, что юридическая реформа — это вообще не дело ультраортодоксов. Как светские суды управляются и как светские юристы работают, это вообще не дело тех, кто свои проблемы решает в религиозных судах и для кого то, что называется Дин Тора, да, суд Тора гораздо важнее. Поэтому главный вопрос — это вопрос о судьбе ешив и о судьбе ешемотников. В чем тут загвоздка? Все участники процесса полагают, что принять такой закон, который позволит удовлетворить хотя бы большую часть, не говоря уже о всех, требованиях ультраортодокса в этой связи, будет очень тяжело, если вето высшего суда справедливости сохранится. Потому что, надо напомнить, до сих пор все попытки разрулить эту тему законодательно натыкались на позицию высшего суда справедливости, который, упирая на принцип праведства, говорил о том, что такая ситуация неприемлема. Дошло до того, что сегодня нет вообще никакого закона, который определяет статус ешивотников в отношении призыва, есть только решение правительства, которое дало указание армии не призывать их. Пока. До решения этой проблемой. Есть, конечно, разумеется, иски высшего суда справедливости, которые требуют это решение правительства отменить и заставить армию начать призыв. Как Бедемин Таняло будет разруливать этот вопрос, на данный момент очень трудно понять. Потому что, с одной стороны, конечно же, постановка этой темы на поиску дня вызовет острое недовольство обществе. И даже те, кто, может быть, не поддерживает другие требования реализаторов протестов, и даже те, кто, может быть, считает, что принцип разумности никак не угрожает нашей израильской демократии. Но очень широкие круги израильской общественности, включая часть избирателей коалиции, считают, что в армии должны служить, или, по крайней мере, формально быть обязаны служить, все представители еврейского большинства, включая ультра-ортодоксов. Если они не могут служить в армии, то служат в национальной службе, к примеру. С другой стороны, в предыдущей коалиции министр обороны Бенни Ганс провел в первом чтении закон, который должен был упорядочить эту проблему. И ультра-ортодоксы, несмотря на критику, так сказать, весьма риторическую, не вывели на улицы, как они могут десятки тысяч, или, может быть, сотни тысяч своего электората, протестовать против этого закона. Он в значительной степени удовлетворял их пожеланиям. И поэтому есть те, кто говорит, источники в ультра-ортодоксальных руках, как минимум, о том, что и сейчас идут переговоры между ультра-ортодоксами и Бенни Гансом о разработке какого-то компромиссного варианта, против которого Бенни Ганс, как минимум, не будет возражать. Ну, голосовать за, наверное, вряд ли, но как минимум что-то, что он сможет принять в той или иной форме. Если смотреть глазами Нитаньял на эту ситуацию, то чем реально могут угрожать ультра-ортодоксальные партии и коалиции? Действительно ли они могут в какой-то момент выйти из правительства и коалиции, тем самым ее разрушив? Если вес этой проблемы, проблемы решения призыва или не призыва учеников Ешивна, действительно таков, каким его рисуют ультра-ортодоксальные журналисты, сами депутаты, и надо сказать, я на месте Нитаньялова не стал бы сбрасывать это со счетов. Это действительно очень серьезная тема для ультра-ортодоксального шкинадского общества. Но при этом они сильно зависят от распределения госсредств. Именно так, но ведь есть масса промежуточных вариантов. Если депутаты от той же Агудат-Исраэль начнут вести себя неконструктивно в других вопросах, связанных с интересами коалиции, в первую очередь бюджетных и финансовых, а затем есть еще и реформы на повестке дня. Понятно, что если вдруг, условно говоря, даже четыре депутата от Агудат-Исраэль переходят внезапно в лагерь нейтральной в отношении реформы и объявляют, что они голосовать за нее не будут, не будут против. Но и голосовать за нее тоже не станут. Не видят это своим интересом. Не считают, что это главное сейчас. То, в принципе, на дальнейшем продвижении реформ можно будет поставить крест, и оппозиции даже не надо будет продолжать переговоры. У коалиции не будет козырей на руках. Они будут знать, что никакие односторонние шаги невозможны. Вместе с тем, как минимум одна часть реформы для ультра-ортодоксальных партий существенно важна. Это преодоление вета богатства. И это как раз та часть реформы, которая вызывает самые большие нарекания даже у умеренных критиков реформы, которые говорят о том, что просто так решить, что КНЕСТ может в любой момент простым большинством, не простым это на самом деле абсолютное большинство, но тем не менее большинство 61 голос, которое любая коалиция имеет автоматически, отменять вета в высшую суда справедливости, эта ситуация очень проблематична. И сам, никто, как министр юстиции Еревелевин, сам это признал в одном из своих интервью после того, как реформа остановилась. Поэтому это очень непростая ситуация. Недаром в среде ультра-ортодоксов, конечно, хотели бы разрешить ее с участием как минимум одной из партий оппозиции, мы говорим о бениганце, но с другой стороны это значит, что им придется отказаться от части своих требований, согласиться на какой-то вариант, который будет близок к тому варианту, который предлагал Ганцев в качестве министра обороны, ну и молиться за тем очень искренне, за то, чтобы в высшую суда справедливости, оценив ситуацию, решил, что принципы, конечно, важны, но прагматизм важнее, и не стал бы этот закон опрокидывать. Потому что те, кто говорят о том, что давайте прием очень узкий вариант преодоления вета, только в этом законе, но это так не работает. Если КНЕСТ может отменить вето, что суда справедливости в одном законе, он может его отменить и в другом, потому что здесь нет исключительности какой-то забор поставить, что только в связи с этим законом это будет очень сложно, и критика будет очень жесткой, и это может привести к усилению уличных протестов за счет людей, которые сегодня, может быть, даже не участвуют в них. Тогда если возвращаться к позиции богатца, например, и возвращаться, в принципе, к этому закону о принципе неприемлемости, почему, имея в своих руках вот этот вот инструмент заморозки, входа в действие этого закона, богатцем не воспользовался? Да, он будет рассматривать в сентябре апелляции, их, по-моему, 8 штук от различных акторов касательно этого законопроекта, но замораживать его действия он не стал. Надо напомнить, что речь идет об изменении основного закона, и одной из главных тем, гораздо более принципиальных, является право вышившегося справедливости отменять основные законы. Это действительно тема широкой дискуссии, и далеко не все, кто выступает сегодня против реформы, согласны с тем, что у богатца такие полномочия должны быть, потому что это дискредитирует основные законы в целом. До сих пор позиция сторонников как раз-таки вмешательства, богатца в деятельность законодательной и исполнительной власти, то, что принято называть судебным антилизмом, была, что основные законы, они у нас главнее, поэтому они так называются, поэтому часть из них приняты с элементами, которые защищают их от легкого изменения, и требуют большинства для того, чтобы они были изменены в 61 голос или больше даже, в частности случаев. Если это так, то КНЕСТ, принимая основной закон, может рассчитывать на то, что высший суд справедливости откажется от вмешательства в него. И мы помним, что после бурной дискуссии вокруг закона о национальном характере государства, богатц действительно не стал в него вмешиваться. Но при этом мы помним, что богатц тоже, вместо того, чтобы отклонить его сходу, все иски против него, он все-таки взял его на рассмотрение. Почему? Потому что судьи были заинтересованы в том, чтобы подчеркнуть, что как минимум возможность такого вмешательства существует. Некий баланс сдерживания между законодательной и исполнительной властью. Судьи продолжают сигнализировать к нас, что вы не можете просто так принять любой закон, назвать его основным, и ожидать от нас, что мы сходу откажемся его даже рассматривать, потому что это ваше прерогатива. Недаром, начиная процесс переговоров, президент Герцог говорил о том, что в основном законе о законодательстве, который надо принять, нужно будет оговорить специальную процедуру принятия основных законов, для того, чтобы не было вот этого вот соблазна принять любой удобный КНЕСТу закон, назвать его основным, и после этого, так сказать, рассчитывать на иммунитет от судебной критики. На базе чего это опирается? Ну, в первую очередь, совсем недавно, на базе изменения основного закона в пользу сначала коалиции Ганса Натаниагу, а затем коалиции Лапида Беннета, создания вот этого вот института сменного премьер-министра, а затем его отмены. Если мы всерьез относимся к тезе, что пока у нас нет единой конституции, основные законы — это ее замена, то понятно, что менять так основные законы невозможно. И даже те, кто критически относится ко всей этой концепции судебного активизма, наверняка согласятся с тем, что основные законы, описывающие фундаментальные элементы нашей демократии, не должны меняться так часто, как у нас меняется власть. Это должно быть что-то гораздо более стабильное, что-то, что дает некий якорь предсказуемости действиям каждой новой итерации законодательной и исполнительной власти и ограничивает их полномочия, пусть даже добровольно. Приняв эти законы, они их придерживаются. До тех пор, пока не принят основной закон законодательства, который, с одной стороны, действительно определит раз и навсегда иммунитет основных законов от контроля высшего суда справедливости, а с другой затруднит их принятие, скажем так, чтобы не каждый закон удобный нынешний какому-то большинству превращался в основной, вот это вот сдерживание останется. Поэтому богатство поступило так, как он поступил. Означает ли это, что закон по принципу разумности будет отменен, я сомневаюсь. Насколько важным фактором может стать при рассмотрении этих исков касательно этого закона тот факт, что Эстер Хают, председательница Верховного Суда, в октябре заканчивает свою каденцию, уходит с поста? Это фактор, потому что в противном случае она и другие судьи высшего суда справедливости не поспешили бы так быстро вернуться в Израиль из своей поездки в Германию для того, чтобы участвовать в процедуре уже на первых ее этапах. Хают хочет быть во главе состава суда, который будет это искоросматривать. В первую очередь потому, что приговор, каким бы он ни был, решение, оно будет для нее последней возможностью, наверняка практически последней, закрепить свое, так сказать, наследие, послать последнее свое послание израильскому обществу, политической системе в отношении реформ. Потому что мы помним, что у нее было драматическое выступление после заявления Левина тогда в январе, в котором она резко выступила против всех идеологических элементов этой реформы. После этого она в основном хранила молчание. Это ее возможность завершить вот этот раунд борьбы против реформы, определив свою позицию. Поэтому я думаю, что когда будет это решение описаться, неважно, каким будет его результат, мы там услышим много в этом решении о том, скорее, идеологической концепции, которую Хают оставляет в наследство своим преемникам в Верховном суде, ну и израильскому обществу в целом. Еще одна рекламная пауза, после которой продолжим нашу беседу, сделанную в Израиле на RTVI. Никуда не переключайтесь. Возвращаемся в израильскую студию RTVI вновь, чтобы продолжать подводить итоги летнего сезона в израильской политике. И сейчас мы обсудим некие такие больше философские категории в израильской политике. Ари Кельман, политический аналитик, я был на акции сторонников судебной реформы в минувшее воскресенье, за день до, собственно, принятия закона об отмене принципа неприемлемости. И я общался с людьми, которые туда пошли, и слышал речи со сцены. У меня сложилось впечатление, что часто очень в речах спикеров и присутствующих там всплывало воспоминание об размежевании, как вот такой обиде, которая засела внутри этих людей. И поэтому теперь, оказавшись во власти, они именно это используют как бензин в своем, не знаю, гневе или в своей рабочей мощности, как мотивировку для того, чтобы делать то, что они делают. Это какой-то нарратив правой идеологии сейчас в Израиле, или действительно это такие вот реваншистские настроения, которые реализуются в израильской политике, то, что мы видим сейчас? Я думаю, что здесь несколько элементов. Начать с самого простого. Когда речь заходит о том, как полиция и другие израильские органы правопорядка противостоят нынешним протестам. Когда сравнивают то, что было тогда, в 2005 году, с тем, что было сейчас, сравнение очень не в пользу. Что называется, утверждение о том, что все делается одинаково, что законы одинаковы в отношении всех, что полиция действует одними и теми же средствами в отношении одних и тех же людей, делающих одни и те же вещи, что прокуратура и юридический советник правительства действуют одинаково. Ну, скажем так, если позволите личное наблюдение, помня очень хорошо то, что происходило во время протестов против размежевания и потом самого размежевания, и ту жесткость, с которой действовали все израильские юридические структуры, начиная от полиции, кончая Высшим судом справедливости, во главе того, в котором находился наш, так сказать, главный борец за права Ром Барак, и вспоминая те цитаты из тех же переговоров и из тех же заявлений того же и тогдашнего юридического советника правительства Амени Мазуза относительно того, как будет проходить эта борьба. Мой личный вывод однозначен. Конечно, есть четкая разница между тем, что было тогда, и тем, что происходит сейчас, и все те, кто это помнит сам, либо для тех, более молодое поколение, для которого это стало частью нарратива, как Вы сказали, они сами это не пережили, или были слишком маленькими даже, чтобы это пережить, или не имели к этому отношения, не жили там, или, может, даже не участвовали в этих акциях. Но, тем не менее, это стало действительно частью нарратива правого лагеря, который сегодня, глядя на то, что происходит, убеждает себя в том, что все так, равенства нет, нет равенства перед законом, нет одинакового правоприменения для всех. Ну, а раз так, если эта система изначально перекошена, значит, ее можно управлять так, как хочется. То есть, если нас не слушали тогда, вот, собственно, то, что я почти цитирую каждого спикера, с которым мне довелось общаться там, если нас не слушали тогда, то мы сейчас можем не послушать меньшинство. Более того, они утверждают, что они уже пошли навстречу своим оппонентам гораздо, гораздо больше, чем это было тогда. Более того, это же не единочный случай. Есть те, кто вспоминает ОМОНу, да, ликвидацию этого поселенческого форпоста в 2006 году. С какой жесткостью действует полиция там. Какие спецсредства применялись. Затем, совсем относительно недавно, в такой, предположим, узкой теме, как протесты у домов общественных деятелей, государственных служащих. Как полиция жестко действовала в отношении тех, кто протестовал у дома юридического советника правительства тогдашнего Вихая Мандельблита. Да, и как там. Люди, не говоря уже о том, что демонстрантов весьма решительно отодвигали на расстоянии до 300 метров от его дома. Чего сейчас не происходило в течение долгого времени. Противники реформы могли устраивать свои протесты прямо у ворот домов или у входа в многоквартирные дома, где проживают депутаты и министры от коалиции. И, скажем, тот инцидент, когда женщина, которая сказала тому же Мандельблиту на улице, ставший сегодня очень ключевым словом позор, оказалась сначала под следствием, потом ей чуть не предъявили обвинительное заключение, только в конечном итоге все это как-то так, здравый смысл победил. И то, что происходит сейчас, когда такого рода события происходят сплошь и рядом, и юридическая советница правительства Галиба Равмияр объявляет, что помехи общественному транспорту, общественному порядку — это необходимый элемент эффективного протеста, и что делали тогда? У правых это не иллюзия, это не фантазия. У правых есть на что опираться. И нельзя сказать, что та же юридическая советница правительства делает хорошую работу в том, чтобы убедить эту часть израильской общественности в том, что то, что она делает, это объективно, это по закону, это в соответствии с предыдущими постановлениями вышившего суда справедливости, это в рамках написанных до нее инструкций юридического советника правительства, ту должность, которую она сейчас занимает, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что... Поэтому, что, так сказать, есть факты, да, на фактах строится нарратив, и нарратив уже служит некой идеологии, да. Идеологические концепции дают тебе возможность убедить себя во многом, да, и оторваться от почвы фактов и уйти туда, когда тебе хочется с идеологической точки зрения. Не надо забывать, что мы только одного аспекта коснулись, а про другой, весьма болезненный элемент противостояния, то, что принято называть первым Израилем и вторым Израилем, который, конечно же, играет роль и в этой борьбе тоже, и мы это постоянно видим и слышим, он тоже наслаивается на это, да. И тут, скажем так, основные события произошли гораздо раньше в израильской истории, покрыты, что называется, уже туманом. Отошли в прошлое, но, тем не менее, очень даже играют важную роль в нарративе. Ну вот отблески этого конкретно конфликта между первым Израилем и вторым Израилем, если огрублять выходцами из восточных стран, африканских и выходцами из европейских стран, мы видим даже сейчас, когда громкие случаи, когда член центра партии Ликуд высказался на манифестации противников реформы, я рад, что сгорело там 6 миллионов евреев в печах, дай бог еще что-то, кто-то сгорит, вы сгорите. Это вызвало огромный скандал, он был, конечно, исключен из партии, но это же тоже того поле... Это не на пустом месте возникло, конечно, это не первый такой случай, это не первый, скажем, случай того, что тема Холокоста исторически вызывала среди выходцев из восточных стран, прибывших в Израиль, начиная с начала 50-х годов и далее, неоднозначное ощущение, да, не вдаваясь в долгую историю, да, можно сказать, что это не был фактор, скажем так, объединяющий народ, память о Холокосте. Усилия в этом направлении начались гораздо позже. Скажем, можно сказать, с того момента, как Минахим Бегин, для которого Холокост, конечно, был суперважной темой в его мировоззрении, не говоря о том, что его родственники погибли в Холокосте, для него это была абсолютно часть его идеологии, которой он был уверен, не было никакого противоречия, между тем, что он видел себя правым, представителем вот этого самого второго Израиля, того, кто возвращает им равенство, приводит их в власть, и темой Холокоста. И вот, так сказать, вот эта вот встреча выходцев из восточных стран с темой Холокоста и постепенное внедрение ее понимания как чего-то объединяющего вокруг единого израильского нарратива, это на самом деле достижение последних десятилетий. В значительной части израильской истории это было далеко не так. Поэтому взаимопонимание между различными общинами, и это мы еще не начали говорить про отношения между светским и религиозным Израилем, оно на самом деле на очень тонком льду стоит. И точно так же, как мы сейчас говорили о том, что вот этот нарратив влияет на восприятие израильской юридической системы этим самым вторым Израилем, тогда опять же почему? Мы говорим общими концепциями, мы тут не историческую лекцию готовим для зрителей RTVI, о динамике развития Израиля и почему и как различные группы воспринимают так или иначе израильскую юридическую систему. Но можно сказать одним предложением на мой взгляд, что вот эта вот точка зрения, которая говорит, что израильская юридическая система, так как она и сейчас, всевластие судов, позиции юридического советника и так далее, и так далее, служит интересам вот этого самого первого Израиля, закрепляет его привилегированное положение, это тема, которую мы слышим часто. Она тоже не придумана на коленке сегодня. Там сели условные Левины и Ротманы, сказали, как вот мы будем продавать нашу реформу, давайте что-нибудь придумаем, такой пропагандистский лозунг. Нет. Точно так же надо посмотреть правде в глаза и сказать, что значительная часть протеста, точнее говоря, так, не говоря о мотивации участников протестов, но глядя, скажем, на то, как она отражается активной, к лучшему или к худшему, пропагандистами этого протеста, в том же самом Твиттере, например, в других социальных сетях, и не только там, это гораздо больше не идея, не наши идеи лучше ваших, поэтому давайте сделаем так, как мы предлагаем, а мы лучше вас. Поэтому делайте то, что мы говорим. Есть некая тонкая, но очень ощутимая разница. Что ж, политический сезон бурно заканчивается, или даже, наверное, можно сказать, что он будет затухать, но эти затухания дадут фору любым тихим межсезониям других годов. Фарик Эльман, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам. В отличие от израильского парламента, мы на РТВА и конкретно в израильской студии не уходим в отпуск, продолжим каждую неделю рассказывать вам, что происходит в Израиле и за его пределами. В нашей программе мы анализируем все самое актуальное и все самое важное, и пытаемся разобраться в этом клубке противоречий, который нас окружает, в котором мы все состоим. Спасибо. Меня зовут Дан Гольдман. Через неделю увидимся.